Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «Привет, Ангелы!» С вами Народный Батюшка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. И мы снова топим баню, потому что сегодня суббота. Интересная формулировка. Мы топим баню, потому что сегодня суббота. А если бы я сказал, что мы топим баню, и сегодня суббота, то это была бы другая точка зрения и другое мышление. И вы скажете, а чем это отличается одно от другого? Мы сегодня топим баню, и сегодня суббота. И мы сегодня топим баню, потому что сегодня суббота. И отличие в том, что если топим баню, потому что суббота, это архаичная форма мышления, то есть человек в неком живущей порядке, где установлено, когда что делать, и он делает, потому что так установлено, и установлено в субботу баню топить, значит, будем топить. Надо мыться в субботу, не надо мыться. Это не вопрос, поскольку суббота, значит, топим баню. Это архаичное мышление. А вот нужно мыться, и мы топим баню, и сегодня суббота, мы бы ее и стопили, если бы была и пятница, поскольку нужно помыться. Это уже прогрессивная форма мышления, где человек подчиняет себе время, то есть я сам решаю, в какое время мне топить эту баню, и подчиняет необходимости, своей необходимости события. То есть он топит баню, потому что ему так надо, а не потому что сегодня суббота. Вот это очень интересное различие, которое мало осознают люди, и поэтому, стараясь жить по своим формам мышления, они удивляются, как это другие живут, с другими понятиями. Как это можно топить баню, например, в воскресенье или в понедельник. Это же некое такое нарушение чего-то. Мы не смогли, например, в прошлую субботу истопить баню. И поэтому топили ее после обеда, в воскресенье. Ну, так тоже не с начала дня начали, потому что как-то нехорошо, и нам самим нехорошо в воскресенье. Но после обеда ее затопили, и пришел к нам Мирослав Федорович. Он входит нам в воскресенье маленько попраздновать, порадоваться. А мы им и говорим, что о, 15 часов. А 15 часов, значит, наступил уже понедельник. Мы идем в баню, поскольку мы ее истопили. Он был крайне удивлен, как это мы в воскресенье истопили баню. Я ему говорю, хотели завтра, в понедельник, да что-то грязным оставаться сложно. Вот, хотя есть душ, можно помыться и в душе, но банька, она лучше. О, да-да, в понедельник можно было. Вот это наша форма архаического мышления, которая, к сожалению, часто влияет на наши отношения к другим людям. А как это они это делают? Если это не положено. А что значит положено-не положено? Кем это положено-не положено? Кто это, как говорится, установил? И кто тебя за это накажет, если ты делаешь что-то не так, как якобы положено? И этот вопрос очень серьезный, поскольку он идет из отношения христианства христианства с иудаизмом, поскольку ветхозаветный закон он был создан под архаичную форму мышления. Архаичную. где вот все по закону расписано. Как расписано, так и делай. И мы с вами видим, как это мышление проявляется в отношениях к Христу. те же фарисеи постоянно его обвиняют в том, что он не вовремя что-то делает. То есть можно, ну можно. И сорвать зерна с колоссиев можно и вылечить парализованного, который 38 лет пролежал около источника и не мог никак в него попасть. Но не в субботу. и в субботу. Потому что в субботу нельзя ничего. Хотя он им показывает, что и это-то ничего у вас такое совершенно относительное. А если ваш осёл упадёт в яму в субботу, вы что? Оставите его до следующего дня? Нет. Вы же его вытяните. вы же его если овца убежит, что вы сделаете? Тоже. То есть вот и вот эта архаичная форма мышления она сохраняется у очень большого количества населения. Больше того, это население чувствует себя основательнее, чем те, кто прогрессивную форму мышления пропагандирует, так как им есть обоснование их поведения в том, что ну так понятно, так написано, так установлено, так порядочно, так правильно. И на этом, к сожалению, христиане очень часто сталкиваются в том числе и друг с другом, что почему ты так делаешь, если вроде так не велено, почему ты делаешь, если вообще тебе это не велено, вот тебе запрещили, а ты делаешь. Так мне как раз очень интересно, как отец Иоанноники реагирует на то, что ему говорят с вас сняли сан, а он говорит, ну Бог-то не снял, то есть это все люди своими правилами, своими этими оперируя, что-то там выдумывают, а надо Бога слушать, что Господь, как говорится, тебе велит, и что ты от Него получаешь как указание, а указание Божие гораздо проще, чем вот эти законы писанные или не писанные. Указание Божие заключается в том, что ты должен выбрать хорошо или плохо ты сделаешь в данный момент, то есть это добро или не добро будет то, что ты делаешь, а потом получишь у Господа ответ радостно тебе или грустно тебе, или у тебя состояние будет твоего жизни унылое, печальное, поскольку ты втянулся в какую-то деятельность, которая никакого отношения к Божественной не имеет. И вот это надо себе внутри, как говорится, все время иметь как понимание, что я должен установить какого я мышления, а я вам неоднократно рассказывал, что мышление у вас может быть архаичное или прогрессивное, и оно еще может быть эмоциональное или рациональное, то есть основанное на знаниях или на эмоциях. и это тоже очень сильно делит людей на тех, кто а я знаю, что вот так должно быть, а я чувствую, что не так, говорит эмоционально настроенный мыслящий человек. И рациональное мы знаем мышление, оно западное мышление, причем интересно профессор Савельев, который все время изучает мозг и объясняет, что такое мозг и как он отличается у одних людей и других людей. Я вам показывал его ролики или частички его ролика, где он объясняет, что внешне-то мы одинаковые, а внутри плотность мозга может быть в 40 раз отличаться от другого человека. То есть даже не считать эту геометрическую прогрессию можно просто посчитать, что вот этот человек в 40 раз умнее этого человека. И разговаривая с человеком, который в 40 раз тебя меньше понимает, ты естественно будешь им непонятый и он тебя вряд ли поймет, когда ты оперируешь теми терминами, которые ему непривычны и вообще непонятны. Непонятны. И вот этот профессор Савельев еще и утверждает, что в результате такого жесткого отбора, что они там каких-то необычных женщин когда-то сжигали. Помните там 14 тысяч было ведьм сожженных в 16 и 17 еще веках на западе в Варфоломеевской ночи и так далее и там подобные. Они запросто друг друга уничтожали. Вот вчера был фильм про то, как ведьм они сжигали только за то, что женщины пошли в лес там 15 человек набрали какой-то травы, а у кого-то из жителей заболели животы, решили, что это от того, что они этой травы набрали появилось колдовство, взяли их, уничтожили 15 человек, сходили за чаем, как говорится, в лес. Вот. И это разное мышление заключается еще и в том, что он утверждает, что у западного человека сейчас на 200 грамм мозг легче, чем у восточного, то есть у русского. У немца можно так сказать на 200 грамм легче, чем у русского. И эти 200 грамм, я извиняюсь. И это приводит к очень большим разногласиям, но самое-то главное, что нужно понять, что эти разногласия и эти разделения нужны не Господу. Нужны не Господу. Вот все эти разделения, они устраиваются лукавым для того, чтобы разделяя, влавствовать. И поэтому у меня очень большое смущение вызывает такое огромное количество первых церквей, даже православных, я уж не говорю, что там тех, кто называет себя церквами, их тысячи просто различных конфекций, и я их уже не могу считать христианскими, уж извините, некоторые говорят, вы что, там же тоже церкви, ну не церкви для меня, уж извините. Это, как мы слышали от святых отцов, пародия, то есть они пытаются пародировать церковь, они пытаются, все так же, как вот дети иногда играют в войну, вроде они воюют, они вроде прячутся в окопах и так далее, но на самом деле ничего они не делают, это игра, так и те церкви для меня такая же игра, все ходят, все делают как надо, вот причастий там принимают и всячески говорят друг другу добрые слова, исповедуются там где-то и все остальное, но это все пародия на настоящее христианство, потому что настоящее христианство, оно в любви проявляется, вот вы такие добренькие, а что ж вы закошмарили весь мир, что ж вы рабами сделали, что ж у вас в Африке под вашей конфетцией люди помирают и вы их даже людьми не считаете, как прямо, напрямую уже объявляют в том числе, что и люди-то русские уже не люди, это в 21 веке говорят западные руководители, которые себя считают истинными верующими или христианами, поэтому до какой степени у них что это докатится, наверное, мы когда-нибудь поймем, увидев, как в Айове, видели в Айове, что случилось, там в парламенте Айовы принесли и выставили сатану его статую его поклонения алтарь сатаны в парламент принесли, а там один парламентарий взял и разрушил его эту статую вот этот алтарь, так что ему грозит несколько лет тюрьмы за то, что он обидел эту вот так вот до чего докатились поэтому так начинаешь иногда верить, что те, кто движется по пути казалось бы архаического мышления, где они всех все призывают к порядку и в этом порядке должны все научиться подчиняться и делать то, что им хочется, а на самом деле этот порядок под себя подогнанный он этот порядок с лукавым как говорится связанный и поэтому задают такие вопросы где въехавшие через границу в Мексике 340 тысяч детей вроде как бы там везли а посчитали в прошлом году а 80 тысяч детей и нету никто не знает где они вот тебе и правильное мышление упорядоченное мышление архаическое мышление вот так все у меня загорелось мне надо закрывать дверь чтобы тут не простыла пойдемте поговорим на улице там сейчас солнышко прекрасная погода поэтому я думаю нам неплохо будет прогуляться и поговорить на свежем воздухе а вам всем здоровья мои хорошие трезвого и доброго мышления вот как только вы осознаете что вы должны быть добрые мышление ваше должно быть доброе так у вас все начнет получаться а пока а пока вы на кого-то думаете нехорошо по-недоброму обсуждаете кого-то то ничего у вас и не будет и со здоровьем ваши проблемы будут а вот давайте сейчас об этом в следующем ролике и поговорим а пока вам здоровья радости аминь аминь